здравствуйте друзья мы с вами едем по мудрому ночному хайвею и говорить будем о мудрости потому что нам уже пора и правильно мысль? ну в общем назревает такой период когда понимаешь что уже умищет одевать то и некуда вот пора пора значит скажи солнце вот ты считаешь с возрастом мы как-то меняемся вот мне на днях комментарии написали что я становлюсь более сентиментальным можно сказать что я сейчас более сентиментальный чем раньше конечно а в чем это проявляется ну раньше ты смотрел на детей у тебя не было никаких ни соплей ни слезами лени, а сейчас ты просто не можешь мне ребеночка чужого пройти сразу и тя-тя-тя-тя-тя это я значит сентиментальный ну хорошо ладно а ты становишься сентиментальным ну знаешь как на себе это не видно так меняюсь тоже конечно другой взгляд на жизнь появляется знаешь как-то какие-то вещи которые в молодости просто проскакивало думал что такого не может быть а сейчас начинаешь думать а почему не может а может быть даже может что-то такого я думаю что люди которые независимо от возраста пережили какие-то сложные времена времена когда что-то когда ты теряешь что-то очень существенно теряешь здоровье близких людей там и так далее не дай бог конечно иногда ты начинаешь ценить вот именно это ты начинаешь ценить какие-то очень фундаментальные вещи и относиться так без всякого интереса к мелочевке вот я вспоминаю моих родителей они войну пережили и они хотели чтобы дети были веселенькие и накормленные и даже уже как дети одеты например ты помнишь да им было в общем-то совершенно без разницы они и сами-то так номер мама шила хорошо вот и она соответственно ходила в том что сама себе шила нормально но в общем и в целом как-то вот одежда мебель у них как-то было это все на втором плане тоже кстати мои родители они не было понятия вот единственный критерий то что было удобно а все-таки удобство было нет удобно опять их критерий комнате уже даже в америке там квартира была для плачевского типа малюсенькая двухкомнатная квартирка и этой квартирке было вот так вот если посчитать 5 столов я помню столы были всю расставку ли все то причем они не могли с ними расстаться ну как-то вот они приспособили что им нужны были эти горизонтальные поверхности для чего-то и вот они ни за что хотели с ними расстаться этих столов было очень много а ты знаешь насчет столов интересное воспоминание я вообще подумала что вот когда я мыслями обращаюсь к прошлому к своему детству и к дому там моей бабуши к тете и там и так далее ты помнишь что посреди дома всегда всегда стал обеденный стол даже у вас на Лефортово тоже все это так а сколько там той площади было там где не поставь так посредине иначе ты не сможешь сесть вокруг стола нет но подожди секунду такой стоял посредине нет дело же не в этом а у нас например за столом вот в Киеве за центральным мы садились только когда праздники были а так никто не сидел на кухне кушали кушали на кухне да но вот как-то стол не стоял вот у нас с тобой уже в квартире да если ты помнишь у нас был стол раскладушка такая книжка да и он у нас не стоял посреди комнаты он стоял в углу да а вот бытность моего детства и родителей и тети и дяди и так далее это было принято чтобы стол стоял посреди комнаты ну хорошо так чему ты кнопишь она ничего вот просто смотри вот елка впереди светится это елка вон справа но ты че не видишь елка вот даже зрители вообще видят это елка светится тут какой-то аттракцион детский там елка ну да так вот понимаешь наверно в этом что то есть вот такой стол стоящим посредине всего это вот сегодня open space да и тоже там стоит красиво 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 да open space стоит стол и все могут вокруг него сесть то есть это ты говоришь о том что у родителей критерием было удобство при этом выглядеть можно довольно заторопезно потому что даже вот вот когда я маленькая была на стоял огромный стол у нас была большая комната у нас была одна комната метров сорок она огромная была посередине стоял грамматный стол который еще можно было разложить да и сбоку еще стоял мой ученический стол то есть тоже стола ничего воспоминания такие я просто говорю о чем как человек с возрастом меняется у нас тема как мы меняемся с возрастом конечно у нас с возрастом стало больше пространства где можно поставить там уже не 5 столов а 10 но как-то вот не хочется не хочется мне хочется чтобы просторное место а вот таком что-то концепция вот нынешняя концепция open space на когда стен нет и все такое открыто открыто когда-то это каталось ужасом вот мы помню только приехали к кому-то пришли думаю боже никакой правительства никакой закрытости когда у тебя нет никакой правительства мы жили в ссср нас правительство было крайне мало и хотела закрыться все двери и спрятаться и спрятаться и хотелось вот такое свое место я даже больше скажу уже когда мы сюда переехали я считал что кухня должна быть отдельный и должна закрываться дверью никто не видел что у тебя там творится насчет правительство женщины сегодня разговаривал студенткой ну и лет 40 у нее младший мальчик ему ровно 10 лет и значит она рассказывает что младший мальчик говорит мама дай мне два доллара она как зачем тебе а где-то есть как девочка которая мне нравится я хочу купить и мороженое мама где-то что за девочка расскажи а он ей говорит а ты чок и не в свои дела у человека своя личная жизнь почему-то вмешиваешься посмотри другая культура за мальчик-то мальчик долго здесь живет ну нет они в целом недолго в америке но он уже освоился на самом деле вообще понятие личного пространства наоборот считалось жилобством только прятаться от коллектива коммунальная квартира общая кухня правда у каждого был свой стол на это не будет снары все друг друга обсуждали все обсуждали то есть в таком плане вообще личного пространства никакого не было бы что было предметом обсуждения всей коммунальной квартиры и не только бабушки внизу сидели бабушки а трудовой коллектив а так вот в америке все-таки вот это понятие личного процесса но культивируется с детства понимаешь прайвеси тогда и тогда получается что если у тебя есть как правильно сказать даже не эмоционально защищенный что ли правильность такая персональная не связанная именно с местом то тогда уже место само может быть открытые потому что у тебя свое пространство оно ограничено чем-то менее материальным чем физическое место то есть тебе не нужно закрыть дверь для того чтобы у тебя было правильно знаешь что на самом деле получается когда заходишь в дом и в этом доме какой-то open space и там все громадное насквозь такое много всего но в этом же доме есть там несколько бедромов они маленькие они закрыты абсолютно а там может быть офис какой-то там в котором ты сидишь ты должен будет закрытым абсолютно и просто там есть достаточно места для того чтобы там приватно находиться то есть сочетание сочетание личного пространства и общественного открытого и закрытого да то есть ты можешь пойти мне хочется закрыться есть куда пойти и закрыться вот она просто раньше я считал что можно будет закрытой да то есть вот когда я не хочу что посторонний так и чаши запахи были по всей квартире я не сейчас есть вот это сейчас сюда если уж очень такое настырное там типа рыбки поджарить а даже по всей по всему дому будет да а как тебе вот света жизни в доме по сравнению с жизнью в квартире вот я помню мы так боялись дом покупать мы городские люди мы привыкли жить в квартире и вдруг бах тебе целый дом какое-то хозяйство сейчас не в квартире было бы тесно потому что таких больших квартир вот такие большие квартиры квадратных метров с одной стороны другой стороны все равно понимаете поэтому метр тяжесть будь ярко это может выйти а если ты даже не выходишь туда то все равно ты из окна видишь свой бакльярд они чужие опыты понимаешь то есть как-то в квартире она тесновато получается ну вот можно сказать что если ты живешь в доме и у тебя есть дворик у тебя есть веранда ты можешь выйти там посидеть и покушать и с гостями это может быть с детками побегать то есть все-таки это как бы расширяет вот то количество квадратных метров которые составляют твое жизненное пространство не то что ты видишь в окно там далеко на горизонте горы а вот то что вот ты можешь вышел во двор и там ну безусловно барбекю сделал в реальной жизни получается что ты не часто этим пользуешься это больше смотришь на это но даже когда ты смотришь писать себе у тебя глаз убирается в стенку и глазу тебя убирается в двор даже разные вещи как двор большой а как же мы начали с мудрости обратим внимание вот это мудро это мудро уже поперла уже друзья мудрость пошла я могу анекдот рассказать про рыбу как он рыбу покупал а не надо ну хорошо в общем не буду рассказывать анекдот давай про мудрость в чем проявляется мудрость я думаю что она проявляется в том что во первых с возрастом помимо мудрости все темпы замедляются то есть если по молодости лет все хочется сразу вот и сию минуту и сразу и ты даже сейчас сбежим с горки и трахнем вон ту коровку ну зачем так вот дельтарно но в целом все хочется быстро и ты даже ради этого быстро готов прикладки это усилие чтобы оно все состоялось то с возрастом и с мудростью уже приходит понимание того что спешить не надо но все равно само случится тоже должно случиться это ты расслабляешься и отпускаешь вещи вот чтобы они дать им возможность случиться не форсировать события не перегибать из возрасте больше хочется форсировать хочется потому что его наш сучишь ногами от нетерпения тебе кажется что часто что-то упустишь то что еще не упущено вот другой стороны конечно жизненные темпы замедляются и ты уже не так шустро реагируешь да вот я сегодня там была в гостях у нашей жилички и смотрю она значит убирает дом которая готовит да да она убирает дом мне должны были прийти люди и она так чик-чик-чик-чик и все убрала игры слушай ну ты вообще такая шустрячка вообще все так быстро прибрала она греха говорит я уже сейчас не могу так быстро брать как я раньше убирал понимаешь да вот мы горюк сожалению все в одном направлении идем обратно не получается с точки зрения мудрости вот оптимизируя там скажем на много лет вперед вот чтобы ты сейчас за своей таскать со своим знанием о жизни чтобы ты изменила в том как ты там себя вела в 20-25 а ничего нельзя изменить естественно если бы ты могла вернуться и подправить поправлять все нашло как шло естественно молодости словно делать ошибки какие-то да но это ошибки молодости они так и называются никогда не денешься от них и действительно энергии больше нетерпения больше хочется что-то делать чего-то добиваться куда-то рваться а сейчас думаешь а чёрно то есть многие люди уже там в 20 лет мудры никуда не рвутся ничего не хотят делать или это уже тогда получается несоответствие возраста он как бы в молодости цветки должен пошустрить или как то что же с ним будет когда он возрастные разные у них задачи разные по жизни вот эти скажем мы смотрели вот этот вот фильм недавно я забыл вот про этого вот преступника так вот это понимаешь какая штука вот интересный фильм в том смысле что человек никогда в жизни себе с некий цели не ставил тут просто катился вот как как куда я бы бросала до слова случился к оденту так большинство людей ну да вот как раз это неправильно то есть вот оставить а если неправильную цель поставил никто из тени в лестницу приставила за полюса представил и не полез и обжегся и переставил и пошел дальше не ошибается тут у кого-то ничего не делает рассказать так что хочу я буду там ломать копии все равно ничего не получится это неправильно вот поэтому конечно ты делаешь ты приобретаешь свою долю сушить туман 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 имеет место я осторожненько вот и приобретаешь свою долю опыта вот именно делая что-то то есть для молодости нормально что-то хотите чего-то делать куда-то стремится чего-то добиваться а вот с точки зрения например того что человек с возрастом начинает больше внимания уделять здоровью правильно когда меньше остается а он уже начинает осторожнее что он не не то что осторожнее чай то дело в том что просто чувствует что фото тысячи чуть-чуть сломится это мальачки всякие начинаются болячки уже хочется же из этого выкарабкиваться ну вот а возможно чтобы допустим он с молодым следил за здоровьем чтобы не про чтобы он как бы ну продлил этот период когда что я я не знаю дело в том что мы видим перед глазами спортсменов которые занимают большим спортом все себя калечит и никакого здоровья там нету нет большой спорт это не здоровье нездоровье совершенно никакой и все разговоры о том что в здоровом теле здорово подать и нужно тело здорово но не чемпионская просто здорово уходит человек там два раза в неделю джима а я говорю без экстремизма понимаешь без экстремизма дело в том что все что ты делаешь на три все что ты делаешь сверх чего-то она наверное не есть хорошо для организма даже как и любой стресс уже красиво красиво еще и капает обрати внимание но но так что любой овердос до чего-то это не не хорошо то есть если ты все делаешь миру ты работаешь в охотку в том мире который тебе это приятно делать и отдыхаешь ты мире которых никто же не делает специально овердос никто специально не берет штангу они стараются конечно не порваться ничего но они берут максимальный вес для того чтобы победить во что бы то ни стало вот для этого все средства это ты говоришь про чемпионов это у них особое там старое поколиченное что мы можем присоветовать молодым которые нас слушают на что ты говоришь живите вообще ни о чем не думаете так получается нет нет цели ладно но вот с точки зрения здоровья с точки зрения того чтобы не попадать в неправильные семьи нехорошие ситуации которые потом же ты не можешь запрограммировать и постелить соломку на всю оставшуюся жизнь просто невозможно нет но ты можешь например придерживаться какого-то питания хотя все равно питание питание но прежде поведение поведение они не 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 пить много да не есть много очень знаешь вот даже говорят вот нужно съесть еще там есть больше витамина нужно съесть еще какие-то вещи и тогда у тебя больше витамина больше я уже сейчас прихожу к выводу что ты знаешь не нужно что-то выключить из еды что вот кроме витаминов там или съездного я думаю о чем что нервную систему беречь надо то есть надо себя беречь от стрессов не только там физических или каких-то пищевых но просто от нервных вот когда ты обижаешься когда ты переживаешь когда тебя задели когда тебя обидели правда ой слушай прям машина да 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 ну понимаешь как дело в том что конечно для этого есть всякие практики да потому что иногда бывает жизнь и работа очень стрессовая нужно находить способы от этого отдыхать и для этого всякие есть медитативные практики есть помощь со стороны есть массаж есть сауна то есть это все безусловно но опять же по-моему здесь нет денег на это ой я тебе умоляю ну да Миша я помню что когда мы там жили еще то у нас не было денег на массаже там подожди при чем тут сейчас другое время совсем смотрите сегодня можно заработать в наше время ты хоть как что-то кол на голове тиши только украсть можно было заработать нет ну во всяком случае за здоровье можно следить и конечно понимаешь к сожалению люди так устроены что они начинают следить когда вот уже невозможно не следить да то есть когда появляются какие-то симптомы которые уже беспокоят и которые очень навязчивы хочется от них избавиться да но по молодости вот на то она и молодость я сама помню мне родители говорили вот надо то надо это я в общем не делала надо было слушать маму да нет ну просто когда жаль на пустов сам клюет тебя так это получается больно и начинаешь это делать а вот наша советская молодость да 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 вот сейчас вот подумать знаешь каждый раз как вспомнишь чего-то двойное чувство с одной стороны мы были молодые и как-то знаешь хорошо когда молодой с другой стороны мы были скованы абсолютно системой по рукам и по ногам то есть с точки зрения вот посмотреть чего добиваются здесь ребята там 25 28 30 35 понимать какие высоты они берут слышишь а там у нас не было возможности даже даже мечтать об этом у нас было ощущение завплости конечно и такой но вот все таки вот мы приехали оттуда мы приехали в 34 35 лет почти но мы сформировались то там но куда делать но вот мы из того что там с нами случилось и что нас сформировал есть какие-то классные такие хорошие штуки что хорошо что есть в том что нас сформировал не только общество да но семья и друзья конечно конечно общество тоже конечно но прежде всего этого семья и окружение я имею ввиду по совокупности я не имею ввиду что коммунистическая партия а я имею ввиду вот мир в котором я думаю что тот мир очень знаешь как это говорил мой научный руководитель мы стали сильно морозоустойчивыми то есть когда тебя бьют по башке видишь написано 45 а ты едешь 50 когда тебя все время бьют по башке то у тебя вырабатываются защитные механизмы и трудно уже человек который морозоустойчивый его сломит за одного битва то есть мы приобрели некоторую морозоустойчивость которая здесь нам может быть помогают конечно то есть разве можно сравнить это с расслабленными американцами и даже наши дети которые здесь как-то так они становятся ножки они все-таки наши дети приехали еще довольно там они тоже так успели досмотрели бы что посмотрели но и внуки они сейчас их так это сам одежда тоже нежел в рукавицах и вот поле они не расслаблены мне они не расслаблены причем я тебе скажу что даже я к своим детям относилась более как сидящий они горят такие фига горят прохлаждаться вот прохлаждать сразу как мультики смотритель ерунда заниматься и занимается но они у нас не занимается вашей внучки они все в секциях но не с удовольствием поиска не кажется выматываются но не ставлю слушай вот сейчас вот . позвонил уже было там 9 часов вечера это саша только возвращается секция причем она сама туда поехала внутри на автобусе городском до расписания на можно так ребенка 1 ну не знаю вот они воспитывают самостоятельность а тут пару дней назад он чуть было на электричке не поехал у нас расстояние вообще конечно по сравнению вот с россией у нас конечно очень нужны небольшие там все более компактно большие с москвой сравниваешь ну я думаю что их в селах там очень компактно там нет таких расстояния как у нас что там ребенку до школы нужно 20 миль это 25 километров очень далеко твою бабушку развозили так раз на неделю в интернат понимаешь а тут каждый день туда-сюда идите целый день на перекладку у нас это очень большая стендерта магазин доехать пешком не дойдешь то есть доехать это не так далеко но пешком не дойдешь на то что у тебя будешь на него даже доедешь пешком это тащить потом все это себе как ну нет дело в том что если ты живешь в большом городе то у тебя там внизу на первом этаже а где-то обычный магазин тебе от этого магазина до дома два шага пройти а когда все время на частные домики стоят со своими садиками то расстояние очень большие представьте себя улицы частных домов это намного длиннее чем один большой дом внутри в котором да там до булочной тоже прилично доехали ну то есть время идет жизнь меняется можно сказать что к лучшему все меняется в общем-то ты знаешь что общий вектор такой трудно сказать с одной стороны конечно прогрессное лицо и вот сегодня я выходила из дома чуть был телефон не оставила дома и такой знаешь мне был минутный страх как же я пойду без телефона мало ли что я подумала вдруг в этот момент а как мы вообще жили без телефона когда не только телефонов не было мобильных а дома не было телефона то есть человек выходил на весь день и к нему дозвониться и к нему дозвониться на первый этаж а холодно зимой там скидку подъезда там заметала через эту дверь это еще получите хотя бы подъезде дело в том что пока телефон появился у нас подъезде а это не сразу произошло выходили в соседний дом где телефон бессил на улице они подъезде и мы оттуда звонили помнишь да и понимаешь почему то вот я не знаю это все через задницу проблема была такая с этими телефонами дома ну хорошо мы возвращаемся к тому что пар технически прогрессный чем с одной стороны все хорошо с другой стороны мы видим что в общем-то общество движется к моральному такой деградации но с одной стороны моральной деградации другой стороны все-таки больше свободы и больше личного пространства чем поставляют ради бога хочешь это пожалуйста там то хочешь пара никому тела тянет давай живи как хочешь вот этого этого больше становится это не все так у нас допустим так обрати вот они сейчас делают свой рунет и отрежут вообще пока еще не а пока не отрезали но дело не в этом но и там сейчас больше свободы по сравнению с тем как мы вот в ссср жили и когда тебе там поймаешь на тебя тявкали за каждый шаг влево или вправо там сейчас нам намного свободе я не знаю я мне настолько не знаю жизнь там что ну что ты судишь хорошо светка мы скоро приедем по месту назначения мне прислал значит паренек который делает вот эти насадки на камеру чтобы они шум ветра гасили руслан его зовут и вот этот руслан из сибири прислал на новый дизайн то есть насадку нового дизайна и мы света эту насадку будем тестировать завтра на ветру нашим такое тестировать или насадку прислал насадку прислал это что вы дизайн нет насадку нового дизайна даже а вот ты говорил что он делал эти насадки на принтере 3d принтере а я вот сегодня была вот гостях у нашей отяжелечки и она поехала в сан-франциско и там есть такие услуги ты можешь себе вот на 3d принтере заказать свою статуэтку очень прикольно она сделала себя в разных масштабах совсем маленькую средненькую чуть побольше а я говорю а зачем ты это делаешь она говорит ну вот я снимаю блог там если я должна показать где я стою там в какой позе я стою то я могу значит поставить эту статуэтку но прикольно они делают тебя фотографию сначала и получается точно маленькая копия тебя брешь в той одежде в которой ты стоишь светоцветное вообще очень прикольно красиво и непонятно как это использовать вот так друзья сначала тебя и запилок пластмассовых там на 3d принтере напечатаю а пройдет некоторое время и прямо вот биологическую копию сделаю на клеточном уровне все клеточка за клеточкой все перекопируют а это у кого деньги если да у кого деньги есть тот себе можно делать вот я зачем я не знаю связь но если деньги есть то может захотеть или там допустим 1 умрет вторая жить будет да но это же не он как не он чистая копия вот это да душа-то другая душа на клеточном уровне конечно сложно да что-то будет все равно другой человек поход . нет предела в совершенству поэтому 3d принтеры сначала будут биологичнее потом будут духовными а вот и так вот прям вместе с душой и отпечатать следующий уровень для чего не сусти как я 8 до 6 и 7 60 лет у тебя есть глаза красиво дорога еще там 10 минут и мы уткнемся в океан вот ребята с нами фактически проехали вот тут направо правее берем да вот ребята с нами приехали из солнечного санимейла в туманный санта-круз а сейчас неплохая смотрю туманно по-настоящему был топ на перевале когда мы там продавали спешиваем нет не видать звезд то есть звезд с неба мы сегодня не хватали потому что было туманно и мы просто их не видели это у нас есть оправдание почему мы звезд с неба не хватали сегодня ты знаешь мы наверное уже больше месяца не было не были на даче можете представить и чемоданы взял мы друзья храним в гараже здесь чемоданы когда надо в поездку будет поехать мы едем на дачу забираем чемоданы чтобы дома не хранить вот и уехали мы какого-то 8 до 8 октября а сегодня уже 15 ноября вот пять недель не были на даче как-то это неправильно она недвижимость конечно она никуда не движется ничего с ней такого не делается вообще хочется и наши зрители уже исключительно соскучились ну как они уже как родные они же они давно не были с нами на даче друзья у нас завтра наверное будут гости то есть мы с ними списывались они давно хотели вот и мы с ними поболтаем завтра если придут пойдем гулять вдоль океана это вообще это нечто вот как свет тебе больше нравится вдоль океана гулять или вот по лесу чешскому по почти баварскому как тебе больше хорошо там ой хорошо сейчас мы приедем и будем спать уже почти десять вечер будем спать спать очень очень хорошо и вот когда мы будем спать а тут трех кварталах океан и воздухе соль в воздухе йод в как бы сказать морские любые орут да я хотел сказать что в каком-то таком акустическом пространстве они орут эти львы чего они орут я не знаю но во всяком случае это они там балуются вот и это очень классно когда морские любые орут и не тушите по духам так немножко они все-таки на расстоянии но очень классно света мы пойдем завтра наш любимый овощной магазин купить что-нибудь овощное да если случится такая калия то мы будем делать пирог с рыбой с уже девки видут толпами все с голыми ногами я хотел сказать холодно да ну когда девки молодые можно с голыми ногами тоже еще пиво нибудь выпили вот тут на углу вот это друзья справа красненько это пив бар да называется бергер . ком люди там шикарные бергеры там картошечка жареная там пиво гликемический удар ой-ой-ой-ой какое там сколько этого пиво это вообще и публика такая молодежная очень там много молодежи опять же возвращаясь к здоровому образу жизни молодежь не следит чипсы пиво пицца и как бы с другой стороны слуш пока организм выдерживает значит можно а потом уже нельзя а более того где-то я читал что начиная лет с 25 уже организм начинает отваливать от своих обязанностей потихоньку но тем не менее то есть если если думать на эту тему понимаешь то скажем 18 лет ты чё хочешь делай и за счет того что организм такой мощный он все все перетерпит вот а уже 2 а начиная с 25 уже утрачиваются какие-то возможности но это еще не замечаешь этого еще это незаметно нет не замечаю это я опасно что не замечаю это как диабет ты его не замечаешь вроде не болит ничего а так потихонечку человечек портится портится человечек у меня бабушка помнила любила лишь любила но так она картошку когда чистила а картошка в ссср была такая знаете было чего почистить в общем чистишь 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 это все где тут гниль там гниль здесь и так она вычищала это любила приговаривать вот так и человек на смотришь какой крупный здоровый такой гостья копнешь гниль говорила она и вырезала это тоже возрастная мудрость большие красивые они же войну знаешь там тогда народа много народа подгнила на этом деле здоровье потерял конечно даже те кто не были на фронте все это просто пережили морально это все тяжело когда еще не было толком слова стресс то есть была такая стрессовая слова стресс вообще даже не существовало в нем не имел смысла это просто жизнь прислушивались потому что там не идет ли кто по лестнице за к соседям пришли до заседе когда когда похоронки приходит ладно друзья мы приехали мы приехали и на этом мы с вами прощаемся